Всем привет! С вами Кузнец Веланда. Меня зовут Антон, а ее зовут Белка. И сегодня мы открываем новую рубрику на нашем канале. Читая ваши комментарии, мы понимаем, что нужно чаще выпускать видеоролики. И одна из самых популярных просьб – показывать ковку бытовых изделий, предметов обихода и украшений, которые есть у нас в магазине. У меня обезьянки в голове цекают. Это оставь, не вырезай. Белка начала это делать на своем ютуб-канале, но по неизвестной нам причине этот канал снесли и не сообщили, почему. Кто-то из вас уже успел посмотреть мой первый большой выпуск о том, как я сковала букет из 101 кованой розы. Да-да, те самые. А некоторым даже повезло приобрести ту самую коллекционную розу. А если нет, то паре штучек вас еще ждет в нашем магазине. Но ролик, к сожалению, удалили вместе с каналом. Теперь вы сможете найти его по ссылочке на Бусти. Кстати, доступ бесплатный. Заходите и подписывайтесь на наш канал не только на ютубе, но и на Бусти. Мы постепенно будем там развивать контент по кузнечной тематике. Ну а Белочка теперь будет приходить к вам тут, рассказывая и показывая, как куется вся эта красота. Это будет наша отдельная рубрика. Мы все еще в поиске названия. Как вам варианты в тупле у Белочки, в гостях с Белкой, куем с Белкой. В общем, пишите ваши варианты в комментариях. Я уже боюсь это читать. Наша кузница, в частности, делает копии исторических находок, и я в том числе. Сегодня ролик будет о лунице украшения с небольшой исторической справкой. Что же такое лунице? Это женский символ, который внешне напоминает полумесяц. Отсюда и ее название. Это украшение известно еще с Бернзового века. Широко распространено было также и в Средние века. По всему миру найдены различные формы в разных материалах. Лунице не было привязано к никакой конкретной религии и была найдена у разных народов в разные эпохи. Максимум, к ней только уже дополнялись какие-то символы, например, крест в начале христианства. Есть очень интересная находка. Ее силой была связь с женским началом, плодородие и укрепление здоровья. Многие верили, что оно помогало в зачатии детей. Да и во всем, что относилось к циклу месяцу. От чего и зависит вообще женское здоровье. Чаще всего луницы были из серебря, бронзы, олова, латуни, камня. Вот только на лунице из стали железа я источники так и не нашла. Поэтому я как кузнец была обязана ее сковать. Сейчас этот символ есть и в современных украшениях. Но мало кто знает, откуда оно произошло. После просмотра этого ролика вы часто будете замечать эти украшения на девушках. И сможете им рассказать их историю. Главное не дарите такое украшение мужчинам. А то женственных мужиков нам и так достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Чем меньше кованые изделия, тем сложнее оно в ковке всегда. Потому что оно быстрее нагревается и быстрее остывает. То есть сейчас, если у меня заготовка на длинной рукояти, потом мне придется ее отрубить, держать клещами. Оно будет в три раза меньше, чем молоток. Я, конечно, могу взять чуть поменьше молоток, но тогда мне придется сильнее бить. Потому что работает физика. Музыка. 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 И вот теперь, когда у нас маленькая упаковочка, во-первых, ее неудобно брать клещами, во-вторых, она меньше, чем сам уголь, ее можно легко потерять, поэтому я стараюсь унициковать, когда я одна в цеху, иначе несколько раз, ладно, каждый раз мне спаливают несколько луниц, и они забираются огнем. И тебе надо успеть правильно схватиться за заготовку, достать ее так, чтобы она не остыла, сделать пару ударов, пока холодное накование и холодный молоток не забирали тебе антую. Вспомнился мемчик. Люблю разговаривать с женщиной в очках, не потому что они мне нравятся, мне нравятся мужчины в отражении их очков. Вот я сейчас примерно так же себя чувствую. Я, кстати, тоже люблю общаться с людьми, которые в очках, я всегда могу смотреть, как он на меня смотрит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Также периодически я буду отвечать на паре вопросов, которые мне задают либо в YouTube, либо в том же Telegram канале. Которые чаще всего мне задают на выставках, вживую. И я просто устаю на них отвечать, поэтому я это все буду выносить на свои выпуски. Самый часто задаваемый вопрос везде, что на моих мастер-классах, что в сети, во всех социальных сетях На ютюбе также, как же я стала кузнецом Рассказываю Я с 9 лет занимаюсь исторической реконструкцией Я там просто ездила на фестивале, шила, ткала, мне было интересно, разные месла И также я стреляла из лука Оттуда я познакомилась с замечательным человеком, как Аскель И с этого момента моя жизнь сильно изменилась Потом я познакомилась с Антоном Константиновичем Они сняли первый свой цех, где начали ковать В 16 лет по окончании своей школы я приехала к ним просто на день рождения Антона Просто отметить, ничего не подвращала беды, чтобы я стала кузнецом Мне предложили поковать, сказали, что у меня хорошо получается Сказали, давай, ты будешь первой девушкой кузнецом в нашей кузнице Так и получилось Честно, я не с самого начала, в общем, мечтала быть кузнецом Я думала, это совсем не мое Я ростом 155 Вес у меня тогда был 35, там, 38 Вот, не удивляйтесь, почему такие стенные склейки между моими фразами Потому что внезапно вбегает кот Аскери И несколько раз я пробовала себя в других профессиях Я сменила более 25 профессий, мы посчитали Я с 11 лет работаю Но кузница, физический труд, так как я эмоциональный человек Меня очень сильно увлекал всегда Поэтому каждый раз я вращалась к кузнецу В какой-то момент я осталась на постоянке И сейчас я преподаю Я в кузнице модель, продавец, учитель И еще такие микро какие-то профессии Потому что по дизайну я помогаю и так далее Второй вопрос по популярности Особенно, когда люди узнают, что я кузнец Это правда ли то, что все кузнецы качки Где же моя бритцуха и так далее Во-первых, в кузнице важны больше мозги, чем физическая сила Она, конечно, очень тоже нужна, особенно при таком весе, как у меня Но все же своеменности, во-первых, есть Механический молот, во-вторых, все равно без мозгов ты ничего не сделаешь Если ты накачаешься Битцуха у нас не остет Кузнецы очень разные по массе, по форме То есть есть очень худые, жилистые ребята Больше выносливость У нас один и тот же вес молотка Постоянно почти в работе Иногда редко мы берем чуть-чуть побольше Либо чуть-чуть поменьше Средний вес молотка моего рабочего полтора килограмма Моя задача его поднять и отпустить ревну над тем местом, куда он должен приземлиться Все, физика Чем выше поднимаешь, тем сильнее он падает То есть легко То есть да, битцуха на правой части руки у меня больше И это видно И у меня косит немного спина Поэтому я хожу в зал Занимаюсь силовыми тренировками Чтобы сделать себе мышечный кайсет Но, наверное, люди, которые занимаются спортом И, как я знаю, чтобы нарастить мышцы Надо постоянно увеличивать вес Которым ты делаешь упражнение Чтобы надоевать, как я знаю, мышцу И она будет наряживаться У нас такое не происходит Ну да, хваты рукопожатия у меня довольно сильные Руки у меня выносливые Я сама открываю любую банку в доме Но мы не становимся качками Мы просто становимся выносливыми Целый день постоять просто на ногах Там 8-12 часов это уже тяжело И, конечно, жарь тоже напрягает Но постепенно мы к этому привыкаем А тело и стояние тела Мы уже сами создаем вне работы себе То есть предплечье Самое сильное плечо и предплечье Но тоже надо учиться и лево, и право Потому что налево, например, у меня маленький битцуха И когда я отжимаюсь, подтягиваюсь Я сильно из-за этого страдаю Потому что правая рука еще моет А левая уже отказалась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо сделанное кованное изделие можно подчеркнуть любой образ. Я ношу лунницу с любым луком. С платьем, с майкой, на цепочке, на шнуке, как чоке. Оно не выглядит массивным, а эксклюзивным аксессуарем. Судя по находкам, были сделаны выводы, лунница была желанным подарком от близкого человека. Отцы дарили дочерям, мужья женам. А вот от незнакомого человека такой подарок могли не принять. Оберегайте своих дам. Спасибо большое вам за просмотры. Не забывайте обязательно поставить лайк, колокольчик и написать комментарии, понравился вам этот ролик и что вы хотите еще в последующих выпусках видеть от меня в ковке. С вами была Белочка. Берегите свои дуплы и я скоро ведусь.